Свойский, конечно, этот... Ну, вроде все... Мы и просто стреляем в террор, а еще и попадаем в террор. Идем, там шарик лопнул. Два попера упало. Здесь... Здесь у нас тоже готовчинка. И кто у нас был еще? Еще у нас был вот этот пассажир. Он тоже готов. Ну, вот так вот примерно стреляют террор. Это вообще довольно абсурдное название, но мы вот сейчас постреляли нечто похожее на упражнения, которые делают израильтяне. Я не специально так одевался. Я просто ехал из Борисполя соревнований, поэтому я в такой военной одежде. Это не для того, чтобы это было более антуражно. Поэтому вот так вот. Чем это отличается от того же IDPA? Ну, во-первых, надо громко орать, чего я не делал. Во-вторых, надо становиться в страшные стойки, чего я тоже инстинктивно не могу делать. Ну, то есть... Заламывать локти. Много стрелять быстро, даже если это мимо. То есть, ну, темп там бешеный. Дух-дух-дух-дух-дух насыпать. Ну, в целом, ну, вот осмотры углов при выходе. Там, да, этого нет в IDPA, в МКПС. То есть, когда ты выходишь, ты должен посмотреть оба угла, что никто не спрятался в углах. Ну, в принципе, ничего такого, никакой ереси особой нету, да? Это рабочая методика, причем оптимальная из тех, что позволяют готовить людей быстро, да? Если у тебя есть 3-4 недели, 5 недель, то по такой методике можно заучить, заготовить человека на три движения, чтобы он как-то среагировал, ну, заученными движениями на контакт. Ну, и стреляет, он пока не упал. То есть, инструктор кричит, упал, он стреляет. Я просто вижу, что они упали уже, да? Ну, то есть, по мушке даже. Поэтому бегу дальше, вот. Такое вот дело. Так что, всем спасибо.